Ну что, православные, когда будем вторгаться? Я, честно говоря, не думал, что когда-нибудь я буду поднимать опять тему Украины в этой рубрике. Потому что уже много было сказано, много было показано. И на примере сериалов, и на примере художественных фильмов, и на примере газетных публикаций. В общем-то, все понятно. Было несколько этапов, всякие там праздники, майданы и т.д. и т.п. Тема лично в моей голове уже давным-давно улеглась, устаканилась. Я абстрагировался от нее, и, казалось бы, все. Но нет. Я довольно долгое время был читателем газеты New York Times. Потому что для меня это показатель среза, ну, вот такой либеральной Америки и определенного либерального диктата. В частности, я сколько вот видел там новостей, каких-то там новостных колонок, авторских колонок про нашу страну, никогда ни слова ничего хорошего. Исключительно про всякое ГЭ, которого без базара у нас хватает. Но, как мы знаем, любая страна, она состоит из каких-то положительных и отрицательных черт. И везде можно найти как говно, так и золото. Я во всех своих проектах стараюсь как-то смотреть на вещи с разных сторон. Что тоже не всегда находит положительный отклик. Потому что людям проще сидеть и, так сказать, думать, как партия сказала, неважно какая. Ну, суть не в этом. В общем, приходят мне уведомлялки, постоянно от Нью-Йорк Таймс. Я, причем, подписывался несколько раз и несколько раз отписывался. Потому что последний раз уже это была платная подписка. И мне это нужно было буквально для того, чтобы посмотреть у них в архивах. Нью-Йорк Таймс, собственно, почему я являлся постоянным ее читателем, она цифровала весь свой архив, там, аж с 1850 какого-то года. И там по ключевому запросу можно найти очень много чего. Я, например, находил там даже обращение к общественности террориста Гершуни. Это один из, точнее, первой глава боевой организации социалистов-революционеров, где он писал про то, что его имя оклевет. Она, в общем, довольно забавная заметка. Одна из. В общем, ради таких вещей я там и пасся. Ну и плюс, соответственно, когда я работал над книгой про русско-японскую войну, там тоже очень много материалов я подчеркнул непосредственно про ваяж японского пиар-агента. И, собственно, это была моя источниковедческая база. Одна из. Конкретно во время этого писательского процесса. И вот начинает меня бомбить сообщениями о том, что Россия вторгается. Вторгается на Украину. Раз вторгается, два вторгается. Наконец-то она точно вторгается. Вот приходит, по-моему, 11 февраля, что все уже. Все-все-все-все-все. Я вот салезаю туда, читаю все понятно что. А я на этот момент пребываю как раз-таки в Крыму. Я в Крыму постоянно. Я в Крым ездил еще и при Советском Союзе. Кстати, сейчас подставлю вам очень интересную фотографию, которую я обнаружил. Это 83-й год Севастополь. Я там в центре такой дрыщ стою на пляже. То есть это еще был Советский Крым. С батей мы покойным туда ездили. И потом я ездил, естественно, в Украинский Крым. Потому что мы там и в поход ходили и прочее. И потом я ездил, езжу в Российский Крым. Потому что опять-таки походы. Плюс я тут недавно открыл у себя прелесть февральской Ялты. В прошлом году, в этом году. И вот я там пребываю. Я наблюдаю генезис этого всего. Я наблюдаю то, как меняется этот регион во всех отношениях. В инфраструктурных, в социальных. В Ялте появилась платная парковка. Она, правда, стоит всего 50 рублей. Но, тем не менее. Ну, то есть я вижу, как это все преображается. Начиная с аэропорта, заканчивая всем остальным. И, конечно, будучи там, вот все вот это читать крайне забавно. Плюс у меня была поездка в Донецк, которая оставила крайне депрессивное на меня впечатление, оказала на меня она. И, в общем-то, в этом случае, перед тем, как пойдет основной массив контента, который я подготовил в виде карикатуры, хочет сказать вот о чем. Я лично прекрасно понимаю, что никакой войны не будет. Ее не могло быть априори. Но меня просто закидали вопросами даже, казалось бы, люди, которые, как мне казалось, были менее в адеквате. А будет ли война? А будет ли война? А что будет? Ну, во-первых, начнем с того, откуда мне знать. Я понимаю, что в интернете два вагона экспертов, которые вам на серьезных щах будут задвигать о том, что там задумал Путин, что там задумал Байден, траля-ля-ля, три рубля. Вот они там прямо рядом сидели, свечку держали. Это как бы монетизация хайпа, против чего я не имею ничего против абсолютно. Хотя постоянные зрители моего канала заметили, что я вот в последние несколько лет стараюсь эти новостные поводы не шибко-то освещать. Потому что мне есть что сказать по этому вопросу, по тому или иному. Но просто зачем? Два миллиона экспертов вам расскажут свои экспертные мнения. А еще больше напишут их вот там, со своих диванов. Нет, но когда ты постоянно получаешь информацию оттуда, с Донбасса, когда ты знаешь, что, например, там до сих пор происходят бомбежки с украинской стороны, об этом никто нигде не расскажет. Об этом никакая Нью-Йорк Таймс не напечатает. И вот от этого становится крайне страшно больно и обидно. Здесь я хочу отмотать пленку назад. Я найду, помещу там ссылку, если кто не видел. Я думаю, многие не видели, потому что аудитория меняется. Я был в США два раза в 2015-2016 году. И там много чего делал на видео. Я опросы проводил и прочее. И среди всего остального, в 2016 году я делал опрос в Вашингтоне. Кстати, с гербом Советского Союза на футболке. Это в пику тем, кто мне заявлял, что если я надену футболку с гербом Советского Союза, меня там в США все, арестуют, убьют. Да кому там это все нахрен надо? И отдельно у меня там был еще репортаж. И я просто шел мимо посольства Украины. И там висела огромнейшая растяжка. Свободу, значит, Савченко. Надежде. Надежде ее зовут. Писал пост об этом, все равно уже подзабыл. Ну, потому что разве не моя героиня. Освободили. Освободили ее, она приехала в Украину. И что-то там как-то, по мнению местных, переобулась. И в итоге в 2018 году присела уже там. Ну и как вы думаете? Висела где-нибудь какая-нибудь растяжка о свободу Савченко теперь уже на Украине? Писал ли об этом какой-нибудь западный рупор демократии? Да нет, конечно. И это все, что вам нужно знать об этих вот пиар-играх. Поэтому нагнетание вот того, что сейчас происходит, оно наглядно демонстрирует ответы на многие вопросы. То есть, когда меня спрашивают про Крым, там, за или против, я всегда за абсолютно. По ряду причин. Ну, во-первых, наша страна так строилась по такому принципу. И не только наши, да, методом присоединения. Во-вторых, я, собственно, был там сразу же после присоединения на месте, общался с людьми в разных точках Крыма. У меня есть об этом видео отдельно и прочее. Я был на севере, на западе, на юге. На востоке, правда, не был там, в Керчи. Но, как бы, этого мне вполне хватило. И я не могу сказать, что я, так сказать, был в свинячьем восторге. Но я понимал, что, как бы, речь идет про, в общем-то, Севастопольский порт. А все остальное, это, как бы, довесок. И мне там открытым текстом и сами морские офицеры говорили, что все шло к тому, чтобы там была база НАТО. С чем, конечно же, ни Путин, ни его окружение смириться не могли. Но речь даже не в этом, понимаете. Речь в том, что не Крым, так что-нибудь другое. Ну, то есть, всегда нашелся бы повод для того, чтобы наехать. Это, как в анекдоте про нашу армию, почему без шапки. И вот эта ситуация, она наглядно это демонстрирует. То есть, никакого вторжения не будет. Это доказал Донбасс. Россия повела себя, как крыса. Самая настоящая. Либо ты туда приходишь и отжимаешь территорию, либо ты, соответственно, уже ничего не делаешь. И, к сожалению, для многих, и для меня в частности, когда я побывал там и пообщался с людьми там, самого разного ранга, от вояк до журналистов, я вдруг выяснил, что у нашей страны, к сожалению, рыльцы в пушку. Нам-то как преподавали, да? Что вот пришли злые хохлы и, так сказать, стали воду мутить. На самом деле, вода стала мутиться с обеих сторон практически одновременно. И сейчас там черт ногу сновят в том отношении, кто там на самом деле в итоге за что ответственен в самом начале. И вот когда я это выяснил, у меня было очень горькое ощущение. То есть, я просто понял, что людей подставили. Вот тех вот людей, которые там живут, их просто подставили. Им не дали ни одного и ни другого. Им не дали возможность не остаться с Украиной, но точно так же им не дали возможность присоединиться к России. То есть, они сейчас вот в каком-то подвешенном состоянии, какие-то недолюди, туда никак не попасть. Аэропорт разрушен, только вот по земле, через эти кордоны пограничные. В общем, как бы да. Ну и, как уже сказал, постоянная доблестная украинская армия их утюжит. Поэтому тут, знаете ли, история перестаёт быть. То мне, в принципе, у меня есть видео, оса под названием «Бездна», где я просто снял вдов тех, кто погиб на Донбассе. И можно посмотреть и убедиться, что жизнь говно, в общем-то, во многих аспектах. Ну, как я уже сказал, нужен был лишь повод. Пожалуйста. Если бы Крым остался, другой бы повод нашёлся бы. И мы это видим на примере вот этой вот истерии, которая развивается в СМИ. Она раздувается. Понятно, что это просто нужно. Это рычаг давления. Что вот Россия уже напала. Ой, вы знаете, нет, она ещё не напала. Но мы вам сейчас точно скажем дату, число, по секундам, когда она нападёт. Мы совершенно точно знаем. Понятно, почему в СМИ это всё распространяло. Потому что это информация, которая идеально продаётся. Лучше всего продаётся у нас ненависть и война. И поэтому, соответственно, это контент, который нужно постоянно ротировать, его будут потреблять. Вот нападаем, нападаем. И всё, что-то мы как-то не можем напасть. Сидит Путин такой и думает. Нападать, не нападать. Кстати, там будет карикатура на эту тему в дальнейшем. Вы увидите. И что будет дальше? Дальше будет следующее. Значит, эта вся тема скруглится в какой-то момент. Ненадолго. Я думаю, она потом будет продолжаться вечно. И будет сказано, что вот, Россия хотела напасть, но благодаря нашему вмешательству, моральному, военному и всему остальному, она это не сделала. Мы молодцы. Мы защитили демократическую Украину от вторжения, значит, поганой России. И вот вам, пожалуйста, всё, что вы хотите знать о вышеупомянутых пиар-играх. И как мне написала одна из моих подписчиц и зрительниц, вот она прочитала мою книжку про пиар во время русско-японской войны, про пиар-компанию, которую Япония устроила во время русско-японской войны, она сказала, вот как будто, ну вот, вот, ничего не меняется. Прошло больше ста лет, а ничего не меняется. И действительно ничего не меняется, потому что эти технологии, они как бы отработаны годами-веками. Просто меняется их техническое исполнение, да. Ну, то есть, раньше не было интернета, до интернета, там, было телевидение, когда-то не было телевидение, когда-то не было радио, когда-то и газет не было, а суть, она оставалась вот всё той же. То есть, как устроить волну чёрного пиара, да на раз, на самом деле. Потому что люди, как говорил мой мастер, моя любимая фраза, хрен на блюде. Поэтому, вот вам очередная порция карикатур. Я хочу сразу сказать, что объяснение некоторых для части аудитории будет, конечно же, спасибо к эп очевидности, да. Ну, то есть, там, и так всё понятно, но практика показывает, моя в частности, что, к сожалению, к счастью, не знаю как. В общем, всё равно лучше каждую перевести, каждую пояснить. Кстати, может быть, где-то я там в чём-то ошибся, я вообще не претендую, может, я где-то что-то неправильно перевёл, может, я неправильно понял контекст. Вы всегда можете меня поправить. Мне абсолютно вообще несложно признать свою неправоту в данном вопросе ни разу. Поэтому запасайтесь попкорном и наслаждайтесь этим произведением современного карикатурного творчества. Итак, поехали. Ну, тема Путина на медведя, она будет сквозной. Это понятно, на что аллюзия. Медведь, который хочет сожрать Украину, а между тем весь земной шар, и рядом стоит Байден с бейсбольной битой и ухмыляется. Почему ты думаешь, что вторжение Украину неизбежно? В каком образе здесь изображён Путин, несложно догадаться. Если посмотреть, во-первых, в правый нижний угол, там написано «Танос», «Фханус». Ну, соответственно, это он и есть. А слева у нас, это узнаваемая на самом деле книга по дизайну. Так выпускают обычно всевозможные книжки, там, что-нибудь для чайников. Это и есть издание для чайников, «For Dummies», и там написано «Invisions и Dictators», то есть «Вторжение и диктаторы» для чайников. Ну, здесь написано «Украинское противостояние», и слева Россия, справа «Западные санкции». Всё практически идентично, я думаю, что всё понятно. Вообще, тема противоборства России-Запада, причём в ситуации, когда Украина является просто, ну, крайней, и о ней, по сути, никто не заботится, она будет дальше точно так же прослеживаться. Байден ведёт переговоры с Путиным по зуму. «Привет, Влад!» И рядом изображён, ну, такой, собирательный образ какого-нибудь там дипломата из Украины. Написано, что «У нас проблемы». Путин бывает разным. Вот он и такой. Понятно, кто это. Написано, что НАТО заставляет меня, ну, как бы, играть в защите, на самом деле, по сути, изображать то, что я, типа, защищаюсь. При этом он показывает намаску. Тут, я думаю, можно ещё проследить определённую аллегорию на вообще масочный режим современности. А это, ну, такие лайфхаки из серии «Что делать, если вы встретились с медведем?» То есть, если вы встретились с медведем, надо упасть на спинку и притвориться мёртвым. Собственно, именно об этом и говорит Путин Украине. Здесь, по сути, приводится цитата из какой-нибудь телепередачи с Discovery Channel, о котором пела замечательная группа Bloodhound Gang в своей песне «You and me, baby, are nothing but mammals. So let's do it like they do on the Discovery Channel». Ну и, в общем-то, леопард, который очень внимательно оценивает количественный состав гну, антилопы гну, вычисляя, какая из них является раненой, ну, или немного, так сказать, больной, а может быть, просто это, как бы, молодой телёнок. Затем задача леопарда отделить такую гну от остального стада, чтобы быстренько её убить. Ну и мы видим, что в этом стаде у нас есть и Балтийские страны, и Молдавия, и Украина, Донецк вот внизу. Самое удивительное, что на заднем фоне Беларуси. Ну, то есть, это демонстрирует, что люди, которые это всё рисуют, они совершенно вообще в космосе, ну, и не мудрено, потому что откуда они вообще знают об истинном положении дел здесь. Очередная встреча России в образе медведя, с Украиной в этот раз в образе лисы. Ну и там вот на заднем фоне, с правой стороны, некий мужик рекомендует, типа, «крепись, крепись», и, в общем-то, по определённым чертам лица, и, самое главное, по бейсболке с буквой «Б» мы можем понять, что это Байден. Вот, прекрасная иллюстрация, это вот прямо РЧВ в чистом виде. Сэр, ну, никто уже давным-давно не вторгается в другие государства, короче, не захватывает другие нации, это политика 19 века. It's ok, всё хорошо, моя страна застряла в 19 веке. Но мы знаем, что те же самые США, конечно же, никуда не вторгались в веке 20-м. Это камень в огород Байдена, он здесь изображён в виде чучела в кукурузном поле с надписью «Украина», и одна из вороны кричит, что, ну, он совершенно не возражает против таких небольших вторжений. Обратите внимание, что Путин едет на танке с серпом и молотом, изображённым на нём. Ну, сделаем Украину опять великой, и видите, буква G нарисована как серп и молот. Ну, а отсылка к советскому прошлому. Здесь всё понятно, без объяснения, единственное, надо приглядеться и увидеть, что на мышеловке написано «Made in USA». То есть это такая ловушка, которую строила США. Вот, замечательный пастораль по поводу недавнего дня Святого Валентина. From Russia with love. Это, ну, это, в принципе, мем, распространённый из России с любовью. Очередной медведь. В этот раз раскатывает часть российского флага на часть украинского флага. Всё понятно, без объяснений. Ну, а это, значит, на старт, внимание, марш. Тоже толпа медведей на границе с Украиной. А Путин, это, на самом деле, естественно, аллюзия на Наполеона. Это мы можем понять и по характерному жесту. Рука, убранная в жилетку, и по головному убору. Он держит в руке пистолет над головой человека, на котором написано «Навальный». Ну, куда ж без него. Российско-украинская граница и солдат в каске. И НАТО успокаивает украинскую девушку. Не беспокойся, я, соответственно, тебя защищу. Ну, понятно, что «бэк» — это поддержка. И здесь, в общем-то, ещё игра слов, потому что он прячется у неё за спиной. А спина по-английски тоже «бэк». Путин конькобежец. Намёк на Олимпийские игры. Очень интересно, что как спонсоры изображены. Там Евросоюз и американский флаг, а на льду, соответственно, значок НАТО. Здесь Путин спокойно передвигается по границе. Опять-таки, хотел он плевать на все эти НАТОвские штучки. А это Байден играется, точнее, дразнит пёсика палочкой. И обратите внимание, что верёвочка у пёсика на самом деле не такая короткая, как кажется Байдену. Ну, это тоже очень-очень хорошая иллюстрация. Особенно мне нравится украинский солдат с палкой, которая идёт на Путина на танке. Сзади заботливые санитары из Германии. Ну, тоже, собственно, суть происходящего. И НАТО, и Россия просто вытирают, по сути, ноги об Украине, которая здесь изображена в виде коврика. Путин царь, ну, в общем, это писькомерка, да, то есть в данном случае аллюзия ствола, танка, понятно на что. Ты думаешь, Америка с нами? А ты видишь хоть одного американского солдата здесь? Вот прекрасная иллюстрация, огоньку не найдётся. Ну, здесь очередной намёк на то, что санкции для России это не больше, чем мыльные пузыри. Вот это мне очень нравится. Как американцы спасали, значит, граждан из Афганистана, так американцы будут спасать граждан из Украины. При этом совершенно вообще убирается контекст того, а как вообще американцы, например, оказались в этом самом Афганистане, и есть ли они в таком же качестве сейчас на Украине. Здесь изображена вся суть не только современной, а вообще всей дипломатии в принципе. Путин то ли замеряет температуру воды, то ли, значит, пробует, насколько глубоко стоит ему вторгаться или нет. Вот тоже, пожалуйста, Сайгон, Кабул, Киев. Да, эти вертолёты, это американские вертолёты, которые, как правило, как раз занимаются транспортировкой. Вот они спасают людей из Сайгона, вот они спасают людей из Кабула, вот они спасают людей из Киева. Опять-таки, а как они оказались, например, в Сайгоне и в Кабуле? Ну, а вот такой длинный нос, который Владимир Путин суёт куда не надо. Вторгаться на Украину? Не вторгаться. Вторгаться? Не вторгаться. Ну и цветочек в цветах национального флага Украины. Очередной раз русским медведь вторгается на Украину и табличка гласит, что занимайся своим собственным делом. А это вот очередная писькомерка, да, то есть собирательный образ США и НАТО, ну и мы, так сказать, медведи. А здесь уже непрозрачный намёк на Адольфа Илосовича Гитлера, которого изображает Владимир Путин. Если вы думали, что тема медведя, который тянется к Украине, исчерпана, то нет, никогда. Вот совершенно потрясающая карикатура, но она была бы актуальная, когда был максимально актуальный данный сериал. Зима близко. Только в данном случае близость зимы это, как вы понимаете, газовая труба, проходящая через Украину. Ну а на заднем плане перечислены все грехи Владимира Путина. Тут и Сирия, и Крым, и коррупция, и цензура, и в общем-то всё остальное. То, как Путин относится к США и Евросоюзу, наглядно демонстрирует данная иллюстрация. «Почеши мою спинку, а я почешу твою». Это отсылка понятна к какому произведению мультипликационно-кинематографического искусства. Никто ничего не заподозрит, ваша презренность. Ну и написано на флаге «Мы Россия», ну и сердечко. А это ещё старая карикатура, ещё 2014 года, и в общем-то по характерным ушам и шевелюре вы можете понять, что это Обама, по которому проехался наш президент. Жёсткий ответ. Ну, в общем-то, только такой жёсткий ответ может продемонстрировать Евросоюз. В правом нижнем углу ботиночки с надписью «Путин», то есть он стоит нависая над этой бабой с ожерельем в виде звёзд. «Путин копает под украинскую независимость». Ну, здесь, я думаю, вообще не требуется никаких пояснений. Только обратите внимание, что член этого кентавра сделан в виде автомата. Пираты Чёрного моря, крейсер военный с надписью «Путин» разрывает маленький кораблик с надписью «Украина». Церемония открытия уже после Олимпиады. Путин выпускает медведя из клетки с надписью «Холодная война». Сапог с надписью «СССР», прошу заметить, ступил на Крым. Используя его как некую педаль, из-за чего вся Украина поднялась, ну и люди, как вы видите, катятся вниз, прямо в море. Это метод нападения России на Украину. Сначала, видите, маленький человечек, то есть это все эти ДНР и ЛНР, ну а потом уже сама страна. Планы после Крыма, ну что, Аляска когда-то была частью России. Зэк с наколкой «Мазер Раша» говорит, как хорошо, что ты вернулся домой. И Крым, значит, сидит, жрет башмак с словами «Да, очень круто здесь быть». Но это уже, честно говоря, вообще ни в какие ворота, потому что если бы Украина хоть копейку вложила в Крым, если бы она развивала вот так, как его развивает сейчас Россия, то, возможно, ничего бы и не было бы. По крайней мере, никаких пророссийских настроений в Крыму бы не существовало. Это немецкая карикатура, но я так понимаю, что здесь написано, что кто поддерживает присоединение Украины к России. Коварный Путин украл крымскую невесту и заставляет ее силой выйти за него замуж. Ну а здесь он просто тащит телку как добычу в свою пещеру. Это, я так понимаю, финальные планы диктатора Путина. Написано «Путин картограф». Путин в Балаклаве украл ребятеночка из коляски, где сидит мама. Ну, вы уже понимаете, что это Евросоюз, а ребятеночек, я так полагаю, это и есть Украина. Потому что пеленки, обратите внимание, желто-синие. J7, большая семерка, едет на автомобиле, но Путин начинает свои пляски на колесе, которая отвалилась от их машины. Все понятно. Сам автомобиль поэтому дальше ехать не может. Ну, вы все видели своими глазами. Мотив не меняется. Я думаю, тема действительно Путина на медведе, она будет вечной и по поводу, и без повода. Я, соответственно, по этой теме, конечно же, хочу напомнить про ту самую книжку, да, про русско-японскую войну, про пиар во время русско-японской войны, устроенной Японии. Также, кстати, у меня есть путеводитель по Невскому проспекту, и у меня есть остросоциальный роман Корень, который вы можете приобрести у меня на сайте. Там же есть расписание моих мероприятий, экскурсии идут в Петербурге и в Москве, и лекции серии романов и бессаблей. Точно так же идут в Петербурге и Москве. Анонсы есть, есть анонсы на мартовские праздники, ну и, собственно, после моих мероприятий можно точно так же купить мои книжки, в этом случае я их подписываю. Ну что, запасайтесь терпением, оно вам потребуется, мы еще увидимся и в рамках этого проекта. Оставляйте комментарии вот там. С вами был Павел Перец, увидимся, пока. Субтитры сделал DimaTorzok